видео выше на одном из патрулей стояли вот эти полуэлектронно управляемые амортизаторы мы их сняли и отправили на надработку ввиду того что клиент жаловался на то что ему не хватает диапазона регулировка то есть он был достаточно узкий и хотелось добиваться большего эффекта от самого распущенного состояния до самого сбитого состояния назовем его так соответственно производитель отреагировал достаточно оперативно мы их сняли отправили на доработку и в них были поменены иглы были поменены клапана немножко поигрались с шимстейками соответственно немножко расскажу более подробно про них вот это регулировка сжатия она механическая находится прямо на компенсационном бачке это соответственно два задних амортизатора это два передних амортизатора на задних амортизаторах вот под этими заглушками стоят как это правильно назвать регулируемые ну иглы назовем их так то есть сюда ставится электронный моторчик и из салона можно управлять как раз регулировкой отбоя амортизаторов то есть в салоне стоит блок управления ну игру что можно посмотреть на видео выше там эта машина мелькала и когда мы их поставим покатаюсь на машине посмотрю как изменился диапазон регулировок попробую и вам тоже это показать как ведет себя машина в разных положениях регулировок соответственно на передних амортизаторах электронные моторчики так электронные моторчики ставится вот сюда там шестигранник они накручиваются контргайка и от него уже идут провода по раме и дальше заходит в салон соответственно изменен был диапазон регулировок и сжатия и отбоя именно расширен то есть в самом распущенном состоянии они более мягкие машина более валкая скажем так в самом зажатом состоянии машина становится такая прям сбитая и на асфальте даже на 37 колесах ведет себя интересно ну то есть она такая прям более спортивная что ли если это можно так назвать и применимо к патрулю более спортивная становится в поведении на асфальте прожимается по факту только на покрышках когда амортизаторы затягиваешь в максимально жесткое положение интересно конечно становится ну сейчас мы их будем устанавливать обратно на место и завтра будет уже тестовые испытания посмотрим соответственно что поменялось относительно того что было всем привет закончили сегодня с установкой амортизаторов которые я снимал видео с регулировкой отбоя из салона здесь стоят моторчики на передних амортизаторах они крепятся вот так и соответственно вот провода идут здесь разъем спрятан за этой защиткой дальше они идут парами идут в центр кузова где центральный подлокотник заглушки заходит внутрь салона и там стоит пульт управления соответственно сзади моторчики стоят немножко по-другому сейчас я дойду и покажу как это сделано а потом соответственно покажу как это все программируется и управляется покажу на примере заднего левого амортизатора ему доступ проще усилителей здесь пока нету в общем вот стоит моторчик смотрит он в сторону рамы максимально защищен от палок вверх и прочей фигни вот идет проводка по чашке соответственно здесь разъем также проводка уходит вон туда в центр и там она заходит в салон я покажу как это все будет регулироваться здесь стоит булочок управление всеми этими девайсами ну понятно что его не особо удобно наблюдать но он тактильно удобен и в целом когда рычаг стоит в драйве его видно ну и это не особо нужно потому что здесь есть программируемое положение 3 которых можно запрограммировать и очень легко находится пальцем руки кнопкой прямо на ходу можно их нажимать соответственно характеристики амортизаторов будет меняться сейчас сделаны три программы соответственно универсальных самое легкое положение самое зажатое положение и серединка ну каждый пользователь соответственно может настроить эти три положения так кому больше нравится сильнее зажать передние либо сильнее зажать задние в зависимости от загрузки тут также есть помимо трех регули 3 когда ну запоминаемых положений есть мягче жестче перед зад можно пальцем соответственно все это нажимать и регулировать покажу вот написано сейчас она в самом мягком по моему положение вот соответственно самое жесткое положение это среднее положение ну и также я их уже предустановил запомнил кнопками также можно отдельно менять перед и зад что весьма удобно вот кстати момент блочок сделан так что включается только при включенном зажигании вот можно посмотреть какие положения он запомнил передние 8 задние 12 сейчас я выключаю зажигание это все гаснет потом включаю и соответственно память этих настройках остается и только если я его выключу вот этой кнопкой заново потом включу он пройдет режим тестировки и придется заново регулировать те положения которые вам больше нравится ну соответственно сейчас продемонстрируем как это выглядит на примере раскачивания автомобиля справа налево сейчас по моему самое легкое положение посмотрим как это будет выглядеть снаружи при раскачке машины сейчас соответственно самое легкое положение видно как машина раскачивается достаточно легко она такая желейная как диван сейчас мы поменяем самое жесткое положение меняем самое жесткое положение повторяем процедуру вот уже ferrari да только макс раскачивается машина уже не раскачивается такие вот дела хорош всем привет сегодня попробую показать вам из автомобиля как раз работаю этих амортизаторов 270 2382 километра можно будет это точнее больше для меня чтобы начать отсчет о пробеге этих амортизаторов хотя я уже где-то километров 40 примерно проехал на автомобиле и в целом мне очень нравится поведение как самом мягком так и в самом жестком то есть удалось добиться как раз того что я и просил от андрея это производитель амортизаторов ему как раз все это дело удалось сделать прислушаться к моим просьбам и соответственно их реализовать сейчас соответственно у нас амортизаторы стоят в самом мягком положении запомнено самое мягкое положение и такой небольшой отрезочек есть к снт здесь такая гребенка как бы вам это показать правильно надо еще понять потому что рука несколько стабилизирует телефон я потом попробую еще на асфальте сделать съемку с резким изменением курса там будет видно наверное как машина наклоняется 8 сейчас амортизаторы находится в самом мягком положении машина такая мягкая балка даже вот я рулем кручу она так это запозданием реагирует кренится в плане рулежки не особо зато по такой отсыпанной грунтовки можно спокойно и комфортно ехать 60-70 комфортное поведение автомобиля обратно по ней же поеду соответственно затяну жесткое положение посмотрим как это все дело поменяется на самом деле ощущение от езды такое что можно ехать даже быстрее но надо быть более сосредоточенным и с телефоном в руках и с камерой чревато тем что можно убраться с дороги но по ощущениям можно ехать километров 80 90 то есть запасу подвески еще есть так теперь затягиваем самое жесткое положение ставим причем я могу это делать в принципе на ходу ну просто вам показать как работает эта система все машина стала более трясучий видно да по рулежке он стал прям сразу реагировать носом на изменение траектории сейчас он прожимается по факту почти только на покрышках трясти стало больше машина такая более прыгучая он даже abs на торможении немножко подсработала то есть вот такой такой режим он больше для хорошего асфальта нежели для таких вот раскисших отсыпанных раскисших грунтовых ехать менее комфортно телефон больше трясется и прям в жипомер кочки больше отдают если можно так это назвать ну вот тут наверно больше около полтинника скорость была вот наверно больше там полтинника максимально жестком ехать не хочется не так комфортно отрабатывает подвеска и переезд прям жестко но зато рулежка рулежка прям суперская и по асфальту когда едешь на самом жестком положении есть вот эти вот волны асфальта у нас стране не умеет идеально ровно асфальт делать и такие вот волны и так вот в самом жестком положении даже вот наверно видно по руке да как телефон дергается под подвеска колеса подвеска машина она вот облизывает все эти неровности и это чувствуется но если асфальт будет хороший ехать будет прям очень приятно 80 ну и вот в плане рулежки тут же меняет траекторию сейчас поменяю прям на ходу вот звук слышите все поменялся на более мягкий он стал такой сразу более вальяжный уже не так реагирует более сильно кренится ну в общем такой он желейный становится но зато по бездору по неровностям можно прям дубасить причем сейчас сжатие в максимально мягком положении я его не затягивал регулировал только отбой ну соответственно сжатие регулировать нужно больше на больше на грейдере наверное нежели в повседневной езде в повседневной езде больше на комфорт влияет как раз отбой насколько машина будет собрана или валкая и насколько комфортно будет ехать с сжатием еще поиграемся в настройках но чуть попозже я имею ввиду с крутилками надо лезть под машину и крутить крутилки а сейчас там мокро грязно ну так себе неохота особо лезть основное я вам в целом показал для себя по своему жопомеру выбрал вот такое положение 7 и 7 для данного автомобиля на тридцать седьмых колесах для данной загрузки соответственно мне вот это вот положение комфортно ну а там дальше каждому свое и можно это дело соответственно менять вон сейчас правой правой стороной попал в кочку почти не почувствовалось попал в яму не знаю удалось мне вам показать или нет так так в целом я думаю что если у кого то из Москвы будет интерес я смогу договориться с Сергеем владельцем данного патруля о том чтобы вы подъехали и он вас покатал вы посмотрели разницу человек хороший общительный и думаю что не откажет страждущим на этом все на этом видео я не знаю я как я